О событиях, которые уже стали историей, которые в эти минуты влияют на будущее Украины, говорим далее. Это новости на ЮИТВ. Я, Христына Стэть, вас приветствую. Субтитры предоставлены ЮИТВ. На других рубежах оккупанты использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое российских наемников ликвидированы, еще семеро ранены. Также защитники Украины уничтожили вражескую боевую машину пехоты. С начала текущих суток противник осуществил один обстрел позиций объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутова из минометов калибра 120 мм, с танковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупанта уточняются. И тем временем Россия дезориентирует спутниковую навигацию кораблей в Черном море и Керченском проливе. Об этом говорится в отчете американской организации «Сифоэц», сообщает «Голос Америки». По данным экспертов, технологии для дезориентации системы GPS были использованы около 10 тысяч раз с февраля 2016 года. По словам президента Фонда защиты навигации Дэйна Говарда, проверенной информации о действиях российских систем не было до 2017 года, пока капитан одного из торговых суден в Черном море не прислал доказательства. Скриншот своего компьютера и радара, где его GPS указывал, что он не в море, а в местном аэропорту в 40 км на суше. Оригиналы протоколов голосования из окружных избиркомов начала получать Центральная избирательная комиссия. Известно, что первые документы уже поступили из 11 избирательных округов. В ЦИК работает корреспондент КАЮА-ТВ Юлия Башко. Она следит за посчетом голосов и сейчас на прямой связи со студией. Юлия, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, из каких регионов уже ЦИК получила протоколы и сколько ожидается получить сегодня еще? Приветствую тебя, Христына. Сегодня ожидается получить до 60 протоколов из окружных избирательных комиссий. Ну а в целом работа Центральной избирательной комиссии началась с самого утра, она практически кипит. С 10 часов утра здесь идет заседание и уже на данный момент приняты 20 протоколов. Это документы из окружных избирательных комиссий Донецкой, Луганской, Одесской, Черновицкой, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской, Тернопольской и Сумской областей. Также приняты документы из Краматорска Донецкой области. Это одна из самых больших окружных избирательных комиссий Донецкой области. Там явка составила почти 59%. За кандидатов президента Владимира Зеленского проголосовали более 73 тысяч. И более 12 тысяч избирателей проголосовали за действующего президента Украины Петра Порошенко. Как проходил подсчет голосом, насколько быстро, я предлагаю сейчас послушать. Мы посчитались очень быстро. Уже утром, начало четвертого, у нас все 92 участка были приняты. У нас во втором туре подсчет длился быстро, без провокаций, без нюансов, в рабочем порядке. Мы посчитались очень быстро. Уже утром, начало четвертого, у нас все 92 участка были приняты. Продолжение следует... Сейчас работа продолжается и также подвозят протоколы и из города Киева. Мы пообщались с представителем Святошинского района столицы. Я предлагаю послушать детально, что он рассказал. Особенных трудностей не было. Второй тур более утомительный, больше ответственности. Но в целом все хорошо. Выборы прошли прозрачно и честно. Ну и что касается электронных данных, то Центральная избирательная комиссия обработала уже более 99,91% голосов. Согласно данных лидирует кандидат президента Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,23%. Избирателей это более 13,5 миллионов украинцев. За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45%. Это более 4,5 миллионов украинцев. Владимир Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Там большинство проголосовали за действующего президента Украины Петра Порошенко. Напомню, явка на выборах во втором туре составила чуть более 62%. Окончательные результаты выборов Центральной избирательной комиссии планируют сообщить на следующей неделе. На этом у меня пока все. Христына. Юлия, спасибо тебе за информацию, спасибо за работу в Центральной избирательной комиссии. Для зрителей я напомню, что сегодня там принимают оригиналы протоколов окруженных избирательных комиссий. И продолжаем тему выборов. Конкурентные и свободные президентские выборы, так голосование украинцев и предвыборные кампании кандидатов в президенты аккредитализовали наблюдатели ОБСЕ и Европарламента. Об этом написали на сайте ОБСЕ. В организации надеются на упорядоченную передачу власти. Это обеспечит усиление демократических институтов в Украине. Однако в заявлении отмечают, что избирательной кампании не хватало дискуссии по вопросам, представляющим общественный интерес. Ко второму туру усилилось напряжение между двумя кандидатами, что сопровождалось систематической негативной агитацией. 310 человек погибли в результате тиракта в Шри-Ланке. Полтысячи ранены. В стране режим чрезвычайного положения 23 апреля объявили днем траура. В стране начались похороны погибших. По данным правительства, за серию взрывов в Шри-Ланке ответственна местная исламистская группировка, название которой переводится как «национальное единение». 21 апреля в день католической Пасхи прогремели 8 взрывов в храмах и отелях в нескольких городах Шри-Ланки. На следующий день, 22 апреля, прогремел еще один взрыв. Бомба была в грузовике возле одной из церквей в Коломбо. Она взорвалась во время обезвреживания. Тем временем 6 человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета в Техасе. Это пилоты и 5 пассажиров. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Кервилл в 10 километрах от посадочной полосы. Причина крушения пока что неизвестна. Инцидент расследует Национальный совет по безопасности транспорта. Увидеть собор Парижской Богоматери вблизи. Спустя неделю после разрушительного пожара полиция открыла кварталы, прилегающие к Ноттердам-де-Пари. Возобновила работу и ближайшая станция метро. Жители Парижа и туристы пришли посмотреть на один из символов французской столицы, который уцелел в пожаре. Мы пришли сюда с детьми прошлым летом и не могли войти внутрь, потому что было очень много людей. Пообещали, что увидим Ноттердам в другой раз. Были в шоке от того, что случилось. Видели все, что происходило по телевидению и в газетах. Поэтому мы хотели посмотреть это немного ближе. Мои дети даже подготовили рисунки. И мы счастливы, что собор смогут восстановить. Ноттердам-де-Пари загорелся вечером 15 апреля. Огонь быстро охватил деревянную крышу и центральный шпиль, который через несколько часов переломился и обрушился. Погасить пламя удалось только через 9 часов. Каменные стены и своды от огня практически не пострадали. Меньше чем за сутки. На восстановление собора удалось собрать более 750 миллионов евро. Собор Парижской Богоматери входит в десятку древнейших готических соборов Западной Европы. Храм построили в 12 веке. В 19-м провели реставрацию, в ходе которой достроили шпиль. Катание пасхальных яиц. Детские соревнования на лужайке перед резиденцией президента Соединенных Штатов. Это ежегодная традиция. В Штатах после католической Пасхи по свистку президента дети с помощью длинной ложки толкают яйца вперед. А цель Игори – дойти первым до финиша. Также в этот день на лужайке Белого дома играют в еще одну традиционную забаву – музыкальные классики. А первая леди и представители администрации президента читают детям отрывки из любимых книг. Это прекрасный день. Это прекрасный день. Добро пожаловать. Этой традиции 141 год. Я не помню, как это было в самом начале, но помню, как прекрасно мы проводили время последние три года. И я должен поблагодарить нашу первую леди. Она так усердно работала над этим событием. Милания, большое спасибо. Фантастическая работа. Да, пока что все новости, которые наша команда подготовила к этому часу. Больше новостей на русском уже менее чем за два часа. А также информация на наших ресурсах, в частности, на сайте uatv.ua. Оставайтесь в UATV, потому что именно так узнаете все самые важные и интересные новости, которые происходят в Украине и с Украиной. Я, Христина, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok